Активно разбираются и особные артыкулы главного правового документа. Например, медиков текает, как на практице будет работать той, что тычется отказности человека за захование властного здоровья. Как медработники ставятся до конституционных нововведений, мы потекали все уголовного уроча в Гомельской центральной городской клиничной детячей поликлинике Татьяны Солодкой. Конечно же, мы очень заинтересованы, в первую очередь, чтобы наша работа была эффективной. Но, к сожалению, не все зависит в этой системе от здравоохранения. И здоровье человека только на 10-20% зависит от медицины. А вот 80% – это наш личный вклад. И об этом в Конституции тоже сейчас ведутся достаточно активные дебаты и разговоры. В общем-то, мы согласны с позицией о том, что нужно закрепить в том числе в Конституции персональную ответственность каждого человека за свое здоровье. И данный вопрос у нас обсуждается достаточно активно и поддерживается большим количеством медицинских работников, которые напрямую контактируют с нашими пациентами и видят эту проблему на первом этапе. Что вот в первую очередь могут сделать пациенты, ну вообще наши люди для того, чтобы укреплять? Вот какие, может быть, самые простые, самые банальные вещи, которые мы не делаем, а могли бы? Наверное, слушать и слышать те рекомендации, которые даются медицинскими работниками каждый раз по профилактике серьезных заболеваний, в том числе неинфекционных, которые несут большой вклад в инвалидизацию населения. Правильное питание, здоровый образ жизни, высокая активность физическая, отсутствие вредных привычек – это самый главный залог здоровья нашего и нашего будущего подрастающего поколения. Татьяна Ивановна, наверное, нужно уделять внимание не только сохранению своего физического здоровья, но и психического тоже. И наверняка эта культура у нас еще не развита, и мы только в самом начале пути. Совершенно верно. Это культура психологического поведения, это тот навык, к сожалению, который не выработан у нас. И под гнетом и давлением большого количества информации, напряжения, стрессов, большого количества каких-то вызовов современного общества, у нас нет этой красивой привычки, этого правила. Точно так же, как мы ходим к стоматологу два раза в год обязательно с профилактической целью, точно так же нам нужно принести свои проблемы к грамотному психологу для того, чтобы он вовремя расставил акценты и помог нам выйти из каких-то кризисных ситуаций, либо не допустить развития кризисных ситуаций и понимать, что выход есть всегда из любой ситуации, не надо накапливать эту негативную энергию внутри себя, которая потом материализуется в физические состояния и заболевания.